Процесс состоит из двух. Этапов, подготовка и уверенность. Но это еще не все. Нужен человек. Всем доброго времени суток. С вами я Кирилл. И первая серия уже третьего сезона Resident Evil 7. Я продолжаю, продолжаю ковылять по миру этой вот семерки, так скажем. В прошлой серии мы наконец-то победили Бейкеров. Ну не всех, ну почти всех, так скажем. Главное самое, что Джека. Мы победили Джека. Его последнюю мутировавшую стадию он уже не воскреснет. Да. Такие дела. Вот. И у нас было, получается, две сыворотки. Одну мы истратили на Джека, чтобы добить его нах... То есть нафиг. И вторую нам надо было выбрать. Кому же ее отдать? Зои или Мии? Ну, мы выбрали Мии, потому что, понятно, Мия наша будущая в Ре-8 жена. Поэтому тут, собственно, и гадать нечего. Поплыли на лодке, собственно, и нас что-то столкнуло. Мы попали вот на этот остров. Такой вот островок с огромным большим кораблем. Теперь весь этот третий сезон будет на этом вот... Практически на этой локации зациклен. Как наподобие в Resident Evil Revelations. Но те, кто играл в Revelations, те понимают, о чем я говорю. Собственно, все. Мы, получается, потеряли Итана. Ну, то есть не полностью потеряли, а в смысле мы попали на остров за Мию. Да, за Мию. Вот, как вы видите. Ничего у нее вообще нету. Кроме вот этой вот колбочки непонятной. И теперь мы должны, собственно, понять и разобраться с главным антагонистом. Да, этой вот маленькой девочке, которой непонятно, что ей нафиг, собственно, надо. Да. Именно так. Так, мы играем сейчас за Мию. И у нас какая-то, получается, такая колбочка. Колбочка с чем-то непонятным. Тут надпись какая-то. Я ничего не могу понять. А, Е001. Что это такое, пока непонятно. Странная бутылка, которую вы обнаружили у себя в кармане, очнувшись в доме Бейкеров. Наверное, она имеет значение. В смысле? Какой нахуй дом Бейкеров? Мы очнулись на острове. Ладно, все, народ, не будем. Не будем медлить. Просто пойдем дальше. Да, еще раз повторюсь. Будет этот момент с кораблем похож на Revelations. Да, серьезно. И мы должны, собственно, разобраться. Мы должны дойти до финала. Мы еще должны разобраться, собственно, что же случилось с нашим, так сказать, Итаном. А Итан, блядь, вот он. Так, я буду хорошей девочкой. Я, правда, поздравлю его. Ладно, пишем. С днем рождения. Вот так вот, а. Че, блядь. Итан такой лежит, тоже очнулся с нами. Видимо, чуть-чуть дальше. И, блядь, его кто-то схватил. Схватило. Эт эти вот... Этот монстр схватил его. Да уж, да уж, да уж. Вот эти вот... Короче, я забыл, как это называется. Ну, вот эта слизь, короче, и будет нас мучить на протяжении всего вот этого вот корабля. Огромные вот эти вот палубы. На протяжении всего вот этого времени нас будет мучить это вот, блядь, извиняюсь за мат, ну, существо, так скажем. Короче, че, опять повторюсь, что я говорил уже в предыдущих сериях, снова выкрутил тени на Макс. Ну, потому что даже на средних невозможно, сука, смотреть. Даже эти лестницы, ну, просто ужас какой-то. Это просто немножко капку мне доработали вот эти вот фишки с тенями чуть-чуть. Об этом приходится насильно, насильно выкручивать, блядь, тень. Чтоб не было видно эти песни. Ну, это, извиняюсь за мат, пиздец какой-то происходит. Да, так оно, в принципе, и есть. Ты вспомнил? Смотри. Что? Зачем? Ты должна вспомнить, и тогда мы станем смеем. Держись, подальше. Забудь, что ты знал меня. Но я никого не вижу. На берегамки каждый день никуда. Я не знаю, я это не нарушила. Убей его, мамочка. Но все равно не стоило. Ты здесь как больно. Он не хочет быть папочкой? Тогда пусть стоит. Попишите, пусть здесь я ненавидно. Прощай. Больно! 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 Ужды в крови! Ужды все в крови! Прикройте. Больно! Выши! И каждое утро в этом мире война. И мы за ним нет. Вокруг, сквاشная стена. На берег он день, каждый день. Не надо забыть. Про то, что наше время, это вода, течёт никуда. Ну что же, вот попали мы. Попали мы, зашли мы, да, зашли мы вот в гости в эту вот палубу. Непонятно, к кому мы в гости зашли, но, собственно, да. Ну что, хочу сказать, ещё Лукас-то, Лукас-то остался жив. Может быть, всё-таки и Лукаса нам дадут победить? А вот, собственно, я и вы, мы узнаем это вот на протяжении всего вот этого промежутка времени игры. Наконец-то, да, народ, наконец-то. Первый сезон был такой малюсенький, две серии всего лишь. Второй сезон уже побольше, уже аж один, или сколько там, 12 серий уже был, да, вот так вот. А третий сезон вот начался сейчас. И, скорее всего, третий сезон по продолжительности будет... Что это было? По продолжительности будет чуть меньше второго. Ну, чуть больше первого и чуть меньше второго. Золотая середина, так скажем. Тут какая-то галлюцинация была, не знаю что, мы оказались на рабочей палубе, и теперь снова оказались вот на этой заброшенной палубе. Да-да-да, именно так, мы просто идём дальше. У нас ничего нету. Можно пока ничего не бояться, я сомневаюсь, что разработчики будут вставлять врагов тогда, когда у нас ничего и нету из оружия, чтобы им противостоять, так скажем. Поэтому просто идём, поднимаемся вверх. Так, а есть ли у нас карта? У нас даже карта есть, ёлки-палки. Откуда у тебя мини-карта? Ты даже не собрала карту, и как бы ты не нашла её нигде, и ты очнулась непонятно, блядь, где. Откуда карта? Я не понимаю, блин. Ну, логику, логику, что-то разработчики, видимо, не включили в этот момент. Но довольно-таки хорошо проработано. Так что вот так вот. Просто идём дальше. Ой, опять эти вот личинки или что-то такое, непонятно. Я не знаю, как эта штука называется. Ну, короче, вирус. Вирус новый, Resident Evil 7. Resident Evil, в принципе, зациклен на вирусах. Это вот какой-то один из вирусов этих вот. Мутация, хуяция, популяция, и... Но это уже не надо. Не суть. Короче, ладно. Вот мы поднимаемся на этаж выше, и мы должны понять, собственно, что же нас ждёт дальше. Надеюсь, не какая-нибудь хрень. Так, вот, видимо, какой-то люк небольшой. Так, давайте сначала, прежде чем туда спустимся, откроем вот эти вот ящики. Ну, так как мы играем на нормале, особо никаких, я думаю, проблем не будет. Таких вот серьёзных. Вот. А вот если бы играли на харде, вот там уже, да, там уже... Слышно ориентироваться, хотел сказать. Маму своди заведи и бись от меня. Эй, малыш. Блядь, я промазал. Ну вот, нам уже намекнули. Нам уже намекнули, что нужно идти сюда вниз. Ну, это и так, собственно, понятно. Блин. Чё-то я не помню, чтобы мы открывали этот люк. Ну, ладно. Раз для нас его открыли, то чё уж, чё уж, чё уж. Такая вот смурлая, такая вот... Ну, как это объяснить слово, забыл. Ну, такая вот, как сказать, узкая локация. Лучше к клаустрофобикам лучше не проходить эту локацию, серьёзно говорю. Кто болеет клаустрофобией, лучше эту локацию не проходить. Такая вся суженная, скомканная локация. Ну, такая вот, да. Даже народ не будет... Не хочу спойлерить, но это не спойлер. Будет похожая локация в Re-Village. Те, кто не играл Re-Village, восьмая часть. Вот, если вы поиграете, будет вот похожая локация. Ну, не похожая в плане именно корабль похожая. А похожая в плане того, что тоже такая узкая, вся такая скомканная. Не знаю что, блядь. Вот, в этом плане-то. Это не спойлер, это просто такое вот небольшое, так сказать, предупреждение. И у нас тут два пути. Да, как говорит Изи. Ой, то есть, ну, вы поняли кто? Два пути, да. Тут закрыто. Вот тут закрыто, закрыто. Поэтому, разумеется, пойдём в другую сторону. Куда же нам ещё идти? Пока что тихо, пока непонятно. Тут две двери. Скорее всего, в одной сохранении. Я так думаю. Хотя, непонятно. Не знаю. Нет, тут не сохранение. Список экипажа. Капитан Эд Карлайн. Карлайл. Главный механик. Ну, в общем, главный механик. Первый помощник. Второй помощник. Механик. Техник связи. Не обязательно, в принципе, читать все их имена. Тут особо... Тут знакомых имен, в принципе, нет. Все левые какие-то непонятные. Поэтому смысла тут читать каждое из этих имен нет. Бля! Должно быть, он от чего-то... Должно быть, он от чего-то прятался. Да не от чего-то, а от кого-то, блядь, прятался. She... She's not my... Она мне не дочь. Да уж, вот. Нет, в такой комнате, пожалуйста, сохраняться бы не стал. Да уж. Многие, да, дофига в таких частях Resident Evil такие вот встречаются моменты, когда ты открываешь шкаф, и оттуда вылезает зомби. Даже кто играл в ремейк второй части, знает, такое есть. И... Ну, везде такое, на самом деле, много где есть. Вспомнить только остается. Так, тут, походу, туалет. Какой-то кто-то лежит. Такой проработанный человечек. Так. Что у нас здесь? А здесь у нас, я бы сказал, но не буду. Это говорить. Так. Ну, давай, читай. Она... Она во мне. Она во всех. Ну, да, наверное, скорее всего, речь идет об Эвелине, да, или самой Эвелине. Кто ее озвучивает, ну, вы узнаете. Вот, собственно, да. Такие, а так все там прошли уже, мы идем сюда теперь. Так что, народ, сразу говорю, у кого компьютер такой не очень сильный, такой низко-средний, ставьте все настройки на низкий, ну, тени ставьте на высокий. Потому что, ну, будут лесенки, будут пизд... Пипец, короче, так скажем. Ну, вы у меня видели лесенки в прошлых сериях, кто смотрел, у меня были. Я пытался снижать, но потом я снова повысил, я решил, что не надо. Так, тут у нас такая локация какая-то странная даже вообще. А, это разрушенная палуба. Так, танкер-газовоз СПГ Аннабель. Построен 1987 год, полная грузоподъемность, длина. Ну, какая у нее была грузоподъемность, мне это, как говорится, и длина. Мне волнует длина своего корабля кое-где, поэтому мне... Бля, хос сломался. Я понял, короче, когда мы на фоне видим четырех этих выживунов, значит, мы подключимся. Потому что говорить мы будем про анальный секс. Анимацию моей детской травмы от канала Крик. Капец, народ, вот это, собственно, и Евелина, да. Но пока мы не знаем, замируем, кто это, но это Евелина, да. Ну, это не спойлер, о ней уже упоминалось, что это Евелина, а это вот она и, собственно, и есть. Так что, такие вот дела. И она будет очень хитрой, на самом деле. Ну, будет один небольшой казус. Ну, казус в хорошем смысле, но вы об этом узнаете уже, собственно, в самом-самом-самом финале игры. Самой игры. Так, что же у нас идет дальше? Дальше у нас идет лестница. Которая покажет, что дальше за пипец происходит на этой палубе, да. Так, опять какой-то из работников, видимо, непонятно. Так, а куда идти дальше? Да, блин. А, это вода. Я думал, это пропасть вниз. Черный свет такой, это, кажется, вода такая. Ну, ладно, зарезаем дальше. Хочу анальный секс, говорит чаще всего, конечно же, мужчина. А что же, поехали. Это какашки, письки, сиськи и так далее. На самом деле, я посмотрела свои видеоролики. Заебись, пожутил чувак, молодец. Мне уже нравится. Как такую маленькую девочку вообще можно испугаться, но... Мужчина у тебя вроде как голый, да. А на нем нет трусов, там нет каких-то джинсов, какие-то не одеты. Ну, на то это и хоррор игра, да. Что тут надо вот таких вот, именно вот таких вот девочек бояться. Так, тут у нас нужна какая-то хрень, чтобы открыть эту дверь. Нужно чем-то, короче, ее разварить, да, вот так скажем, разварить и открыть. Бля, вот тебе и нету врагов без этого самого. Без оружия, конечно, нету врагов, разумеется, бля. Эпоксид, ну хоть эпоксид дали, только толком мы его применить-то не можем. Пока мы не смешаем его либо с травой, либо с боеприпасами, чтобы получить новый боеприпас. И что это? И как это, как это понимать-то? Тут ничего нету. И что мне делать? Вопрос. Может тут есть? Может тут есть, пацаны? Я даже сломать не могу эту бочку, потому что у меня ножа нету. У меня ничего нету. Я бы даже выразился по... Трава. Ну хоть трава, хоть траву дали, можем сейчас соединить, получить... Хоть аптечка уже имеется, хоть что-то уже, да. Так, давайте идем, наверное, налево дальше. Просто убегаем от врагов. От этих вот мини-таких вот непонятных лизунов будет, конечно, сложнее убежать. Вот он, лизун ползет. Но что поделать? Что поделать? Так, у нас... Тоже нужно что-то вставить. Видим какую-то колбу. А я не знаю, видят ли нас эти враги, как лизуны, или не видят. Просто интересно. Всё, ага, беденах. Так, 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 так. А вот и сохранение. Да, повезло. Выходит сохранение. Да, я думал, не будет врагов без оружия. Оказывается, будут. Блин, я... Как-то я даже и не ожидал такого. Ничего нету. Ой, пистолет. Не может быть. Получили пистолет. Даже не верю. Получили, да. С двумя патронами, блин, круто вообще. Зашибись. Я их на норму ли-то не убью с двумя патронами одного врага. А тут, блин, на... Это самое. А если бы на харде играть, то что было бы? Ладно, не суть. В общем, сохраняемся сюда. Идём, да, идём дальше. Да, 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 да. По продолжительности серии будут идти, в принципе, так же, как и шли во втором сезоне. Особо такого ничего изменённого не будет. Что вы, лизуны? Прошу прощения. Старс во мне. Так. Идём сюда дальше. Тут. По-моему, это такие же лизуны. Они тоже нас не видят, когда мы не бежим. Не бежим, блядь. Ну, конечно. Разумеется. Я просто шёл. Видят они. Это не лизуны. Это какие-то подобия лизунов. Что-то. Блеть. Зачем ты стреля... Ой, ну нафиг. Ну нафиг. Что-то я хреново начал. Повторить попытку. Да, повторим. Повторим попытку. Что-то я хреново начал, правда, вообще. Поэтому лучше не рисковать. Всё, надвигаемся дальше. Теперь, наконец-то, я надеюсь. Так. Да сука. Иди нахуй. Хер отсюда. Всё. Психостимуляторы. Так. А, ну психостимуляторы там, по-моему, просто использовать можно. Да, это просто использовать можно. Чтобы найти предметы. И как же мы сломаем? Ну да. Разумеется. Только вот с помощью пистолета мы сломаем. Ну зато... Ну, в принципе, что лучше? Один патрон или одна аптечка? Разумеется, одна аптечка. Поэтому фиксим с этим патроном. Так, у нас тут какая-то книга. Нам уже не спастись. Ну я хотя бы расскажу миру о том, что здесь произошло. Я вернулся с ночной вахты. И отсыпался в кубрике. Было около полудня. Будучи в полусне, я услышал своего ребёнка, маленькой девочки. Смех ребёнка, маленькой девочки. Или, может, мне почудилось. Вот речь уже идёт о Эвелине. В 19.30 меня разбудил какой-то шум в коридоре. Тут вошёл Джо, один из механиков, и сказал, что внизу что-то происходит. Возможно, это бунт. Он был очень бедный. Бледный. Он сказал, что пойдёт и всё разузнает. Ушёл и не вернулся. Ну, разумеется, это же резидент. Наверное, было в 19.50, 58, когда раздался ужасный вопль. Я пошёл в разведку, в прачечную, и увидел, как какое-то чёрное чудовище пожирает кларка. Оно повернулось и направилось ко мне. Огромное, с зубами, как у акулы. Я завизжал и убежал. Теперь вижу, съёжившись в кубрике. Теперь сижу, съёжившись в кубрике, трясусь и пишу, что в эту записку. В коридорах полным-полно этих тварей. До сих пор то и дело раздаются вопли, но я ни за что не выйду. Завершаю своё послание. Я рассказал всё, что мне известно. Джонатан Джованни Финетти. О, блядь. Язык сломаешь этими именами, непонятно. Что тут происходит? Так, у нас тут. Получается. Давайте ещё искать предметы. Да, тут речь уже шла. В Велине пистолетные патроны. Это уже лучше, уже хорошо. Хоть что-то уже, да. А то я уже разочаровался. Так, что ещё? Да ёб твою мать, заколевали эти записки. Дорогая Джанетта, вот опять какие-то непонятные люди, вообще левые. Ну как дела? Наверное, пройдёт полгода, пока ты получишь это письмо. Здесь такая скукота. Каждый день одно и то же. Я за братом, я за братом лишь, а за бортом лишь море. Хотя нет, кое-что изменилось. На этот раз у нас на борту несколько пассажиров, что здесь большая редкость. Это супружеская чета с маленькой девочкой. Наверное, дальние родственники капитана. Представляешь, путешествуют на танкере. Наверное, денег нет. Я пытался поговорить с девочкой, но её отец так злобно на меня посмотрел. Интересно, что он боится. Кстати, капитан сказал, что у него вообще нет родственников. Может, зря об этом так много думаю. Скучаю по тебе. Целую Джим. Опять непонятные какие-то, блин. Левые. Ну да, они все твердят о Эвелине, разумеется. Но опять что-то как-то непонятно. Что да как. Тут все предметы находятся, видимо, там. Так что идём туда, логично. Так. Так, 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 так. Тут закрыто. Ну ёлки палы. Ну ёлки палы, блин. Тут, по-моему, ещё стоял ящик, если не ошибаюсь. Давай. Да ты издеваешься. А, ну. Не забываем про блок. О, всё. Наконец-то. Тут ещё? Чё-то лежит. Ещё патроны. Это чё патроны? В смысле? А отчего это патроны-то? Для пулемёта. А, да, народ, я вспомнил. Тут нам в этом моменте будут пулемёт давать. Я вспомнил, да. Тут чё-то ещё лежит. А, вот, вот. Собственно, то, что нам нужно. Тут подсвечиваются не только полезные предметы, но и важные предметы. Вот этот психостимулятор, который мы использовали. Да, это очень важная няня. Это очень важная... Ну, короче, вы поняли, что это очень важно. Это очень важно. Нам остаётся найти, собственно, пулемёт. И давайте осмотрим. Стандартный предохранитель, пригодный для разных целей. Его можно заменить. Ну, логично. Короче, я думаю, нам стоит сейчас идти... Идти. Так. А, вот ещё. Порох. Порох, порох. Ну, пригодится. А, это закрыт. Это закрыт шкаф. Блин, я думал что-то взять. Что-то полезное взять, оказывается. Нет. Не всё так просто. Вот, вставляем сюда этот. Предохранитель, так скажем. И мы входим в эту вот непонятную дверь. Наверняка они всё это собрали. Но нам главное сюжет. Поэтому, чё уж. Вот, нам показываются этажи. Мы сейчас идём вверх. 2F. Вот, этаж 2F. Нам показывают. Давайте. Не будем торопиться. Сначала исследуем 2F. А там, по-моему, закрыто, если не ошибаюсь. Там, по-моему, закрыто. Или нет? Там, по-моему, закрыто было. 3. Нет. Давайте лучше не будем идти. Тут ещё какие-то скрипты срабатывают. Народ, если вы идёте вперёд, и у вас вот такое вот подлагивание на одну секундочку, это не подлагивание. Это скрипт сработал. Это надо просто готовиться дальше, чтобы происходит. А, с другой стороны. Понятно. Ладно. Так что, вот, отличайте лаги от скриптов. Когда с такой маленький небольшой тормоз, там, значит, ну, вы идёте по игре, и у вас раз слезко подвисло, и появился враг. Это не у вас подвисло, это скрипт сработал. Так что, вот так, собственно, тут и оно. Этого вы не бойтесь. Если что, вдруг что случится. Да, побыстрее бы найти нам этот пистолет-пулемёт, или что это такое. Потому что патроны от него есть, а его самого нет. И у нас, в принципе, уже патроны-то заканчиваются от пистолета. Так, что у нас здесь? Ну да, мы видим, мы видим ещё с самого начала. А где член? Это прикольно. Послушай, у тебя же есть уши, нос, губы, глаза. А член-то куда пропал? Ты вообще кто? Договорить не даёт. Короче, мы уже заметили, что корабль полностью опустошённый, заброшенный давно. Тут уже везде всё зарухнуло и прочее. Так, стоит, сидит девочка. Давай, смотри, что я себе делаю. Я шучу. Так, ладно, надо посмотреть кассету. Видимо, этого она и дожидается, да. Но можем её стрельнуть? А мы не можем её стрельнуть. Ладно, давайте смотреть кассету. Получено достижение. Даже ачивку получил. И что, блин? Что вы хотите этим сказать? Где запись-то? Это не у меня в компьютере проблема, народ. Это всё проблема в их видеозаписи. У них кассета такая медленная. Не, чувак, молодец, на самом деле, хорошо подошёл. Я не могу уже просто вот это говно терпеть. Объясню, объясню, почему я вообще записываю, блядь, этот ролик. Вот мой канал. Смотрим похожие каналы и нас, сука! Фиромир, блядь. Господи, чувак, зачем он это сделал? У меня сейчас такое ощущение, что мне тут это придётся изгонять. Я ещё раз извиняюсь за маму. Крутой, и садик. Ну ладно, и да, мы тоже были горячие. И вот как-то раз, когда мы в очередной раз плескались в бассейне, мой друг начал брызгать... О, кот, я не знаю, насколько нужно быть конченным, сука, долбоёбом, чтобы смотреть, блядь, Фиромира. Я ещё раз извиняюсь за... Это предательство. Это настоящее предательство. Так, вот мы играем опять в кассете, да, опять кассета. Мужик, ну ты не это самое, не сдавайся, всё ещё наладится. Что-то сразу так это самое, заднюю включаешь. А за кого мы играем, непонятно. Но это точно не Мия, если я не ошибаюсь. Это не Мия. Это кто-то другой. Это кто-то другой. И, разумеется, озвучивать её тоже будет кто-то другой. Так, патроны, пистолет, пулемёт. Обычные патроны. Точно такие же будут встречаться в Resident Evil 2 Remake. Да, именно так. И у нас сам пулемёт. Нож самый обыкновенный, универсальный. Так, здесь у нас что? Давайте осмотрим этот пистолет-пулемёт. Скорострельный автомат. Отдел специальных операций. Директор Алан Дроуни и опекун Мия Винт. А, это Мия, это Мия, да, это всё-таки Мия. Да-да-да-да-да, это я ошибся, прошу прощения. Вот он, этот Алан лежит, вот этот час, который сидит на диване. Вот, весь кукожин. А это вот Мия, да. Всё-таки играем мы за Мию, всё правильно. Последние отчёты указывают на то, что если Эвелина останется на том же месте, её могут выкрасть противостоящие нам организации. Поэтому поручаю вам переправить Эвелину в наше главное американское подразделение на сохранение до особого распоряжения. При транспортировке соблюдайте следующие правила. Во избежание подозрений постоянно ведите себя, как будто вы родители Эвелины. Поддерживайте жизненные показатели Эвелины с помощью кодекса гемона. Генома. При критическом срыве миссии уничтожьте Эвелину. Ой, заколебали уже здесь. Ну, тут полезная записка, на самом деле. Ну, они сильно мне уже заколебали. Я хочу играть и не читать. Но не суть. Короче, вот, всё. Давайте посмотрим. Вот у нас наша Мия. Мы не сдаёмся, мы просто идём вперёд. Я не знаю, я хочу дойти до сохранения какого-нибудь и уже, собственно, закончить. Потому что долго уже записываем. Достаточно долго. То есть, не долго, а достаточно продолжительно. И нам показывают момент, когда ещё палуба была эта полная. То есть, ну, то есть, не разрушенная, целая. Тут всё, собственно, нормально. Эти числа показывают расстояние до цели. А, вот, это понятно, понял. Так. Давайте сначала исследуем данный этот этаж. А потом уже пойдём куда-то ещё. Вот комната. Так, сразу давайте экипируем. Наш. Пистолет-пулемёт. Ну и что ты делаешь? А, вот. Тупишечек. Мия, не тупи. А, у нас нету. Нам нужно уже... Ну, короче, нам нужно сыворотку сделать. Тогда мы сможем открыть. Так, травы. Трава. А, можем соединить с травой? А, не можем. Короче, просто используем... А, мы не можем это просто использовать. Нужно с чем-то это соединять. Но это точно не трава. Хотя это, возможно, поров. Кто его знает? Вышли, видимо, какой тут... А, мы же отсюда и вошли. Нет, мы вышли с другого. С другого. С другого. С другой стороны мы вышли, да. Так. Так, 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 так. Ну вот, мы опять здесь. Закрыто с другой стороны. Это мы, получается, вышли отсюда же. Где? А, нет, это другая комната. Я думал, комната салоном. Это не салоном комната. Это какая-то другая. Пистолеты для пулемёта. Ой, патроны для пистолета-пулемёта. Ещё психостимуляторы. Так, давайте. А, это второй. Так, давайте. С другой стороны закрыт. Да что ж такое? Всё везде, всё позакрывали, блин. Так, какая-то такая комнатушечка непонятная. 24, 23. Ну вот, давайте, собственно, и ориентируемся по вот этим вот числам. Что на часах умеет подняться? Да поднимайся ты уже, блин. Сосмотрелся на свои часы. Мёдом, что ли, намазано? Так, 2F. 2F. Так, что у нас здесь? Закрытый с другой стороны. А карта у нас есть? А карта у нас есть. Да-да-да. Вот двери, но эти двери, они закрыты. Вот ещё какая-то комната. Это та же самая комната, где мы уже были. Короче, мы идём просто к лифту. Просто идём тупо к лифту. Так. Да, идём просто к лифту и не сбиваем никому голову. Ни себе, ни нам, ни всем. Так, где лифт-то? Где этот лифт? Где этот грёбаный лифт? А, вот он. Лучше сначала проверить весь этаж. А, так это нам говорит игра, что мы не полностью проверили этаж. Вот, нет. Это вот комната с этим салоном. Ой-ой-ой. Ладно, проверим весь этаж. Так, давайте посмотрим. У нас, получается, подсвечены те места, где мы не были оранжевым. Где мы были синим подсвечены. С другой стороны. Да, ёлка, палки. С другой стороны закрыты. Так, с другой стороны. Так, а здесь что у нас? И не сюда. Так, ну давайте. Вот ещё какая-то комната. Здесь мы, походу... А, ну это понятно. Тут тоже с другой стороны закрыты. Ё-моё, а чё всё с другой стороны-то закрыты? Ну, выломи-то ногой, не знаю, эту хрень. Чё ты думаешь? Закрыты не закрыты? А, вот, наверное, сейчас мы здесь не были. Оранжевым это там, где мы были, получается. Оранжевым подсвечен. Где мы были. Так. Вот комната. Ага. Туда не попадём. Всё завалено этими пиятями. Растениями непонятными. Тут-то и оно, да. Тут-то и оно. Тогда давайте вернёмся обратно. Чё делать-то? Чё ещё остаётся делать? Туда у тебя ничего нету. Не, помню, здесь я не застревал. Это какая-то непонятность, о чем у меня происходит сейчас. Так. Давайте проверим, что у нас здесь. Непонятно. Вставить. Может, это надо вставить? Нельзя использовать. И чё тут надо делать? Непонятно. Чё делать, мать? Объясни. Где мы есть? А вот мы здесь. Непонятно. Ничего непонятно. Что? Как? Что мы хотим? Может, сейчас нам дадут? Да какой весь стаж? Я же и так весь стаж проверил по 150 раз. Мать, не ебей мозги. Извини, замат. Но так оно, в принципе, и есть. А, надо калну подойти. А, нифига. Ни калу. Да чё делать-то надо? Я не пойму. Давайте осмотрим. Сундук, может, там чё ли? А, вот, Альберт. Какой-то дир. Секреты самозащиты. Чё это? Ну, это какая-то хрень. В любом. Тоже какая-то ерунда. Или давайте возьмём, что-нибудь. Что это за оружие такое? Это оружие, видимо, Альберта Вескирова. Альберт Дир. У нас Альберт Дир. Давайте, короче, двигаться по вот этим вот часам. Ну, не сюда. Точно не сюда. Тут увеличивается. Нам нужно, чтобы они уменьшались. Они увеличиваются. Эти секунды. Давайте попробуем пойти сюда. 25, 23, 21, 20, 19, 17, 15, 13, 11, 10. Чё, где-то здесь, что ли? Не поймут. 9, 8, 7, 6, 5, 9. И что? Что ты хочешь тебе сказать? Да и я не понимаю, мать, что ты от меня хочешь-то? Весь этаж. Да я уже и так проверил весь этаж. Ну, мать, ну ты издеваешься? Или как тебя назвать-то? Чё ещё надо проверять-то? Я ещё не знаю, чё ещё проверять надо. Каждую уголок, каждую молекулу, что ли, блин. Мать-то ты издеваешься надавны. Мать-то серьёзно. Ой, помолчу, помолчу, я не помню, чё надо делать. В принципе, здесь я не понимаю, вообще, чё от меня хотят. Я не помню, чтобы я тут застревал при своём собственном, так скажем, прохождении. Я это вообще не помню. Я не знаю, чё за хрит. А, вот! А, блин, тоже не то. Тоже не то, да, ёлы-палы, ёлы-палы, а. Тоже не то. Но остаётся только сюда вход, чё делать-то. Давайте пойдём сюда. Чё ещё? Здесь мы просто вот так обойдём. Подняться. С другой стороны закрыто. Ну, зашибись ещё. Чё я могу сказать? Это слово. А, опять сюда. Ходим по кругу, блин. Уже, блин, издевается эта Эвелина над нами. Как она её зовут? По кругу просто ходим и всё, капец. Ну что? Что тут нужно сделать, чтобы как-то продвинуться, блядь, дальше? Что нужно сделать? Вы мне объясните просто, не знаю. Я лично вообще не понимаю, что здесь нужно сделать. Я запутался. Придётся обыскивать каждую молекулу. Что ещё сказать? Придётся. А, вот! Вот оно, вот оно что. Я понял. Всё, на разгадали, народ. Ну, так себе, ладно, не злопамятный. Боль, но при этом я мог смотреть внутрь ноги. Так. У меня реально бомбит. О, здравствуйте. Это у нас тут, оказывается, реклами. Азлагор, Ферамир, кто-то умер, кто пену, блядь, изо рта пускает? Кто не в курсе темы всей, то объясню. Изначально Ферамир выложил ролик, где он сопли пускает, рыдает. Это... Понятно. Аларчик просто открывался. Аларчик открывался просто. Ой, народ, затупил я. Я же видел уже этот проход. Я же видел, просто я не обратил на него внимания. И тут бац, и... Ладно. Сейчас уже пойдём в лифт, наконец-то. Сейчас уже надо. В том числе и, разумеется, искать какое-то сохранение, потому что я уже... Ой, понятно. У, как чётко. Блядь. Как чётко, и он не сдох, блин. Всё, блин, давай. Ложись. Парень. Как говорил... Ой, то есть же... Всё, идём, короче... А вот она уже бежит сама к этому лифту. Стоять! Ладно. Народ, короче, не будем ждать машинку. Я сомневаюсь, что в этой кассете будет вообще, в принципе, машинки. Я о том сомневаюсь. Но записываем уже реально очень долго. Поэтому надо уже искать ближайшее сохранение и уже заканчивать. Потому что уже... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Печаль, беда. Иди ты нахер, сослухи. Всё, пошёл ты. Не работает. В смысле, блядь, не работает? Везде... А, вот, на этаж, на второй тогда поднимаю. Мы на каком сейчас находимся этаже? Четвёртый. Не работает. Третий. Не работает. Второй. Мы на нём, походу, первый. ЕС-2. Вот, ЕС-2 работает. Что за ЕС-2? Непонятно. Ну, наладьте уже, наконец, свой лифт. Учего, с этажей вообще никакие не работают. Кроме, блядь, этого ЕС-2. Непонятно. Вот такого-то. Смотрим на... А, вот, вот, короче, сохранение. Ну, давайте так, пойдёмте вперёд, если не будет машинки. Если не будет машинки, то всё, уже заканчиваем. А то уже долго записываю. Просто пройдёмте вперёд. Иди, твою мать. Ты чё мне не сделаешь? У меня отличик до хрена. Иди, всё. Сука. Сволочь. Всё. Хорош. Хорош прикалываться. Иди учи уроки, сынок. Ну, да, похоже, тут не будет никаких этих самых... Никаких сохранений. Ну, машинных сохранений, да. А то дали нам пулемёт. То есть, дали нам отомстить. Дали нам отомстить. Ну, понятно, всё, тут ничего нету. Ещё и нужна эта хрень. Короче, да, нет тут машинок. Всё, народ. Начнём немножко оттуда. Начнём. Где было автосохранение. Вот с автосохранения, собственно, и начнём. Да, попали на палубу. Играем за мию. Даже играем за мию на кассете. Да, записи играем даже. Ну, что поделать. Вот мы так вот. Встряли и будем выбираться из этой вот передряги, так скажем. И понять, что нам нужно сделать. Дальше. Нам нужно найти. Собственно, а тут цель. У нас цель показана. Нужно преследовать Эвелину. Которая нам показывает эту кассету. Да, ладно. Всё, это был третий сезон. Первая серия. Да. Resident Evil 7. Надеюсь, вам всё понравилось. Тебе, Пашен Дейс. И тебе, Димыч, если ты вообще смотришь это видео. С вами был я, Кирилл. Желаю вам всем успехов. Всем удачи. Всем пока. Увидимся в следующей, мать её, серии. Надеюсь, вам понравилась новая, мать её, озвучка. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова